В Ивановском художественном музее открылась выставка «Репетиция 8» в рамках проекта «Стол». Его автор – московский художник Марк Маргулис. В едином пространстве музея собрано прошлое, настоящее и будущее. Это работы разных стилей, направлений и жанров. Соратников по ремеслу, учеников Марка Маргулиса и тех, кого он считает своими учителями. Мастеров прошлого, оживших благодаря причудливой фантазии скульптора и превратившихся в арт-объекты. «Стол» – это очень такая метафора. Я веду переписку с художниками эпохи Ренессанса, барокко, рококо. Первые откликнулись из эпохи Ренессанса, то есть первые Леонардо. Смысл в том, что я как бы определил для себя все художники, величайшие художники, которые создали свои великие творения и создали свой стиль, я их как бы определил по стилям. Они мне близки по духу и как учителя, я их считаю своими учителями. Я перед ними преклоняюсь. Марк Маргулис – живописец, скульптор, педагог и основатель детской экспериментальной школы синтеза искусств «Колор». В Иванове он уже не первый раз. В 2006 году здесь работала выставка «Учитель и ученики». С тех пор Марк успел объездить в 18 городов. Этот проект меня поразил больше всего, потому что Марк, он сам, сам большой, объекты у него огромные. Объединить вот это пустое пространство со стенами, это не каждый художник так делает. Если вы посмотрите художественные произведения, они только на стенах или только скульптура. А вот объединять – вот это Маркова идея. Проект «Стол. Репетиция 8» посвящается юбилею московского зоопарка. Именно на его базе работает детская студия «Колор» – самому юному автору выставки полтора года. Помимо того, что я педагог, у меня есть друзья художники, которые когда-то со мной работали в студии. Студии уже в следующем году исполняется 40 лет. Поэтому вокруг стола представлены работы моих друзей художников, которые многие из которых картин я купил, многие мне подарили. У меня в коллекции нашего Международного музея детского искусства находится порядка 150 современных художников, включая педагогов, которые работали в студии, и более 45 тысяч детских работ. На этом большое путешествие проекта, конечно, не закончится. Впереди такие города, как Омск, Томск и Вологда. Для каждой выставки Марк Маргулис придумывает что-то новое. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.